это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер зулиха открывает глаза сериал с таким названием показали на одном из федеральных телеканалов глаза не факта а вот врата ада зулиха действительно чуть приоткрыла возмутились и татары русские историки и коммунисты да кто только не возмутился ведь от как писал сартер это всегда другие а зулиха это именно что от других которых почему-то упорно пытаются выдать за наш впрочем вначале было слово точнее книжка и и написала гузель яхина до этого автор или как модно говорит сейчас авторка двух рассказов и вот литературный бомон стал дружно расхваливать данное произведение но весьма странная благодушие как для данной публики тогда я сказал что теперь ждем премий переводов и фильма фильм не сняли сделали сериал продвижение зулихи это политическая кампания которая сродни диверсии и предательству и к авторке романа тут на самом деле вопросов меньше всего хотела славы и денег ну а кто не хочет они люди как люди любят деньги ну так это всегда было вот и написала гузель слезоточивая романа том как мы страшно жили и проблема тут не в теме нет а в том как это сделано ведь не постеснялась же авторка подать самые болезненные темы столь поверхностно и патетично но антисоветская фэнтези не иначе в российском кино так работает режиссер кантемир балагов он любит снимать развесистую клюкву по принципу чего изволитесь что там хотят услышать на западе россии об ссср тут почему бы и не дать дадим и как можно больше так сделано например кино дилда почему бы в нем двух лесбиянок в ленинграде блокадном ленинграде не показать а до 8 наградят и ведь самое странное награждают и уж совсем грустно когда подобное чего изволитесь сделано не слишком талантливым ведь разница между балаговым и тем же андреем звягинцевым колоссально она примерно такая же как между петром павленским и ван гогом вроде бы оба художники вроде бы оба отрезали себе уши однако один написал пшеничное поле воронов а другой нет вот и роман яхины для начала наградили в россии много так наградили а после усердно стали переводить на основные языки мира пропагандируя под видом главного русского произведения просто самобичевание да и только ну не знаю как если бы советский союз отчаянно пропагандировал тексты солженицын правда александр исаевич был зверь намного масштабнее такой крупный зверь идущий против красного голиафа а не мелкая блоха прыгающая за премиями конечно результат деятельности солженицына описывается известной фразой александра зиновьева целили в коммунизм а попали в россию однако солженицын никогда не презирал или не критиковал русский народ нет он сражался против коммунизма и в отличие от многих перебравшись на запад не стал восхвалять его нет он критиковал запада после перебрался назад в россию где также был неугоден правда вот зулихой и такими как она совсем другая история да взять бы этого канта за такие доказательства и года на три в лагеря его именно вспомним например немца эрнста нольтем исследователя нацизма и фашизма он писал что гитлер боролся не только и не столько против цивилизованного мира но то есть против запада его демократии сколько против большевистской угроз нет фашизма не спровоцированного большевизмом заявлял нольт издавался вопросом не был ли гулаг первичен по отношению к освенциму то есть в результате нольты и такие как он договаривались до того что действия нацистов на восточном фронте стали попыткой тут я процитирую спасти европу от натиска восточных орб таким образом нацизм не только приравнивался к коммунизму но и во многом становился реакцией на него а вот после усилиями таких людей как например добрянский или всем известный джордж сорос книжку которого я держу в руках а также десятков других таких вот пропагандистов преступления советского союза приравнялись к преступлениям россии а затем и русских в том числе поэтому в европе разрешаются марш и на которых используется нацистская символика но при этом уничтожаются памятники советским освободителям как например недавно уничтожили в чехии памятник маршалу коневу нам твердят и будут твердить что сталин это еще больше зло чем гитлер я вам больше скажу если бы гитлер не уничтожил 6 миллионов евреев то многие бы давно его бы оправдали на западе для чего все это на самом деле нас снова и снова заставляют каяться пытаются инфицировать чувством вины ведь согласитесь это не воскрешает мертвых и не примеряет живых но тем лучше ведь мы должны жить в унизительном и унижающим покаяния чтобы в конец разочароваться нам в той или иной форме все время рассказывают что мы потомки не тех кто запустил человека в космос или кто победил в самой страшной войне за всю историю человечества нет нам внушают что мы дети палачей и жертв а значит мы слабы а значит мы достойны наказания подобное не прошло бесследно вот эта очередь в 1 макдональдс 30 лет назад кто-то до сих пор считает это очередью за свободой хотя на самом деле это символ того как продают мечту за жратву и дальше было две чеченских войны и унижение русских людей в бывших соц странах сотни тысяч спившихся и покончивших с собой далее был тотальный развал нас отправили каяться и выживать да и сейчас время от времени появляется какой-нибудь коля из уренгоя который рассказывает о том как жаль ему нацистов невинно погибших под сталинградом история герга и работ над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города копейск это чрезвычайно огорчило меня поскольку я видел могилы невинно погибших людей среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать а кумир школоты юрий дудь вещает о родине нашего страха и суть не в том что ничего этого не было конечно было жестокое кровавое бесчеловечное был и гулаг и депортация и серость или вы считаете что мы не читали колымские рассказы варлама шалама но ведь согласитесь было не только это правда так почему снова и снова нам показывают только одностороннее зло ведь у нас была великая эпоха как писал недавно почише эдуард лимона это была очень разная эпоха и жестокая и грязная и светлая и прекрасная но разное так почему нам вещает всякий раз столь односторонне то что сериал зули х вышел во время карантина когда гражданская терпимость у людей без того расшатан это не случайность и так стравливают татары русских еще более не случайно то что данный сериал появился накануне дня победы ведь это очередной плевок в нашу великую победу вот что кстати говорит исполнительница главной роли чулпан хаматова о победе о войне я например ненавижу великую отечественную войну я не могу и гордиться для меня это боль кровь и страдания не только русского народа но и немецкого солдата и мирного населения других стран то есть страдания тех кто пришел захватывать нашу зиму а вот чулпан хаматова поднимает туз за михаила горбачева и рассказывает о своем отношении к ссс все в этой стране должны быть серостью чтобы достичь чего-то я очень счастлива благодаря вам и почему я была так уверена благодаря вам потому что я знала что за мной сила а вот она же спектакле кирилла серебренникова голая пионерка играет роль 14-летней девочки девушки которая занимается сексом с красноармейцами там же в этом произведении едят людей а маршал жуков лично руководит расстрелы да что это такое да это война против наших ценностей война которая идет очень и очень давно из улейха этот сериал который намного хуже книги один из ее этап в нем все не случайно не случайно что имена заключенных которые звучат в сериале оказываются именами реальных религиозных татарских деятелей а вот как объяснить секс в мечте продюсеры сериала объясняют так мы показываем деградацию большевистских нравов разве в это можно поверить все это намеренная грязь который целенаправленно кормят народ так работает зло она просачивается в окно овертона капля за каплей чтобы в итоге захватить и мозги и душу и так пасквиль карикатура со временем многими начинают восприниматься как реальная историческая правда у павла пеперштейна есть рассказ подвиг модели начинается он следующим образом 2039 году американские войска заняли москву это сдалась абсолютно без боя в атмосфере праздника все это конечно литература аллегория но ведь согласитесь москву будут сдавать именно так россию будут сдавать именно так без боя в атмосфере праздник но для этого еще нужно подготовить почву что собственно сейчас и делают и предательством тут занимаются прежде всего наши элиты только на этот раз наш народ не согласился есть гадость и возмутился а вот как на это возмущение народная отреагировала сама чулпан хамата она заявила что невежество всегда перемешано с варварством и агрессии то есть в очередной раз народ не тут и тут же подключили тяжелую артиллерию экспертов которые вновь принялись объяснять народу почему тот должен аплодировать зулихе и потреблять эту мерзость да нет знаете ли спасибо кушайте сами эту отвратительную гадость это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам здоровья и терпения